Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу. В Беларуси за прошедшие сутки было зарегистрировано 834 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели и выписаны были 1035 пациентов, умерли 10 человек. Тем временем в Гродно продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Медики прививают желающих не только на базах своих медицинских учреждений, но и выезжают на предприятия. Там мобильные бригады организовывают весь процесс вакцинации. Первоначально пациент должен пройти обязательный осмотр врача, который оценивает общее состояние человека и выявляет возможные противопоказания к прививке. Таковые, как правило, возникают редко. Это случаи хронических заболеваний, которые находятся в острой стадии, или наличие аллергических реакций на медицинские препараты. Только после составления полного анамнеза пациента допускают к самой прививке. Вакцинировать желающих на предприятиях Гродненские медики начали еще месяц назад. А потому во многих организациях уже прививают вторым компонентом российской вакцины «Спутник Ви» белорусского разлива. Тем не менее, есть еще много желающих. 9 июня первый этап вакцинации прошли сотрудники Гродненской обувной фабрики. Запланировано у нас 35 человек. Вакцинация идет достаточно хорошим темпом, то есть люди подходят цехами, люди заинтересованы в проведении вакцинации, поскольку все понимают, что это профилактическая работа, нацеленная на создание иммунной прослойки населения, то есть выработка идет коллективного иммунитета, который необходим нам всем. И это будет наше подспорье с борьбой с коронавирусной инфекцией. Сразу после прививки в медицинском учреждении или на предприятии пациенты еще 30 минут находятся под наблюдением медиков для того, чтобы проследить реакцию организма на препарат. Как правило, после вакцинации может быть легкое покраснение в месте инъекции, незначительное болевое ощущение или повышенная температура. Помимо этого, медики напоминают, что после прохождения процедуры в течение 21 дня желательно ограничить употребление спиртного и по возможности избежать резкого перепада температур. Напомним, ранее на рабочих местах прошли вакцинацию сотрудники механического завода, табачной фабрики, стеклозавода и предприятия Гранитекс. Всего же в Гродно первым компонентом уже привито более 26 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok